Итак, до сих пор все тоже 14 февраля, и в честь этого дня мы с Олей решили отправиться в кафешку, чтобы позавтракать. Суши, суши. Тут, короче, есть такие вот тарифы. Ну, вы поняли, мы до половины четвертого успеваем, и сейчас как бы нормально поедим, завтракаем. Я сюда, да, сяду? Да. Короче, вот в такое японское место мы пришли, вот с таким японским антуражем. В общем, в этом ресторане за 25 долларов на взрослого человека входит вот это все меню. В неограниченном количестве, что закажете, то вам привезут, принесут, вернее, дается времени полтора часа. Через полтора часа вас отсюда прогонят. Смотри, must pay for any leftover food and rice. Если у тебя что-то остается, ты должен 2 тысячи дополнительно заплатить. Серьезно? Да. Так, тогда надо что-то убрать. Ну да, все, мы не съедим, получается. Интересненько так получается, выходит. Секрет в том, что не надо брать соду, потому что она набивает желудок, и тогда ты ничего не сможешь съесть. Мы сейчас соду всего взяли, я не знаю, сколько нам принесут теперь, сможем ли мы это все съесть, потому что мы понаписали просто много чего. Молодухи. Ну вот там, смотри, ваш салат принесет. Смотри, это маленькая порция, ну что это такое. Салат? Да. Это как называется салат? Honeyweed salad. Так, первый заход. Реально, что мало, да, привезти к риску? Ну это по штучке сашими. Сейчас, когда нам наши роллы принесут, мы, мне кажется, оболняем. Это шашки заказала? Да. Вот, видишь, шашки. Еще что-то пришло. Короче, я ем. Интересно, что они все приносят по одной тарелочке? Никогда ты не узнаешь, получишь ты все, что ты заказала или нет. Тебе чуть-чуть и мне чуть-чуть. Так, сырая рыба у нас тут. Салман. Я сто лет, на самом деле, уже не пользовался этими палочками. Это краба и палочка? Ага. Обалдеть, нам тут еще пополнение принесло. Мы все это сидим, и это еще не все. Там еще же скоро будет, скоро. Там ты еще франш-рай заказал. Да, да, да. Нам тут еще принесли. Я что-то немножко сейчас себя чувствую уже некомфортно. Во-первых, мы как с голодного края выглядим. А во-вторых, я сомневаюсь, что мы все это сидим. Получается, придется доплачивать, как я понял, да, если мы не сидим. Все, мы сидим. Это же суши. Они ходят вот так. Как семечки, да? Ну как? Ну блин, не знаю. Вот сейчас мне уже не смешно становится. Нам еще принесли. Одну тарелку уже успели забрать, которая освободилась. Ну посмотрите, тут подвешь мучки, ну блин. Ну ты дофига. Я больше тут восхищаюсь и возмущаюсь, чем ем на самом деле. Фууу. Мы уже наелись. Мы уже наелись, но у нас еще тяжелая артиллерия осталась. А это мне все в сумку. Они не видят. Сюда прям? Да. У нас просто тут по времени полтора часа. Сколько мы уже съедим? Полчаса еда. Полчаса, да? У нас сушеный час. Они еду очень быстро засовляют. Они буквально только мы дали заказ, они раз, раз, раз и все принесли. Да. Мы что, реально испугались? Мы думали, что это тоже нам принесли. У нас такие глаза, типа нет, это не для нас. Это не нам. У меня сердце такое ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой. Мы уже не знаем, как это доедать. Просто уже не лезет. Прям вообще не лезет. Живот полный. Но в этом есть и плюс. Потому что после этого пойдем за продуктами в Костка. И не будем там все сметать с голодными глазами. Потому что мы уже все смели здесь. Я просто не могу. Боли все равно. Ну я сказал, типа не надо. Лишнее не надо. Чтобы плохо потом не было. Я все отоберу на себя. Ну мне уже плохо, поэтому уже поздно. Потому что у меня уже живот болит. И я такой чувствую, что чуть-чуть взорвется. Зато я подобрел. До этого я был такой злой. Нервный, расстроенный. Компьютер у меня перестал работать. Ванна забита. Витера приходили чистить. Так и в итоге не прочистили. Потому что там просто... Он говорит, я не знаю, что. Он говорит, я сдаюсь. Вот там несколько часов просто пытался, пытался. Но вода все равно не уходит. Ну по мелочам много всяких таких проблем. С работой как-то пока особо не клеится. Не получается найти что-то стоящее, что-то интересное. Что-то прям вот такое, что зацепит. И где будешь более-менее нормально зарабатывать. Ну уже хотя бы со старта уже что-то начинать. Не сейчас я подобрел. Неной. Неной? Неной. Я не ной. Я рассказываю все как есть. А то кажется, что со стороны все круто, все классно. Никаких забот. Но это не совсем так. А, вот, что я давно хотела сказать. Но не появлялось в выпусках очень давно. Поэтому не было возможности. Ребята, ответьте на вопрос. Действительно ли так тяжело поверить в то, что у человека действительно какие-то есть накопления, на которых он живет? Потому что я вижу, что многие в комментариях пишут о том, что у кого-то там отец депутат ворует там какие-то деньги с налогов честных россиян. Что я там у кого-то на шее сижу. Я хочу сказать за тебя сейчас. То, что весна, лето, осень на протяжении нескольких лет я работала очень тяжело и очень долго. По 15-20 часов в день. Когда 12-часовой рабочий день тебе кажется просто короткий день. И всегда, с момента, как я начала жить одна, я плачу за себя сама и обеспечиваю себя сама. И на шее ни у кого не сижу. Все. Все совершенно верно сказано, все правильно. Интересно, они время засекали? А вот когда каждый стол садится, они время засекают? Если честно, мне кажется, что нет. Потому что, когда мы пришли, уже многие столы вроде как доедали, но они до сих пор еще седают. Поэтому я думаю, они не засекают. Просто люди, которые честные и прочитали это правило, такие типа, ууу, полтора часа надо думать. Это значит, что мы справились. Это матч. 49,98 это получается мы наели. Плюс мы платим таксы, то есть налоги. 4,44. Выходит 54,42. Плюс это то, что рекомендуют заплатить в качестве чаевых. От 15% до 25%. Такие вот дела. Смотрите, что нам еще принесли. В честь меня святого Валентина. Приятно, очень приятно. А это что такое? А еще нам дали такую карточку, если ты у них берешь 10 ланч-боксов, то 11 тебе будет бесплатно. И точно так же динер. Если ты у них берешь 10 динеров, то один будет бесплатно. Такое, кстати, во многих заведениях есть. Такие образы, они пытаются тебя просто прицепить к себе. То, что ты думаешь, а, у меня есть карточка, то значит, пойду туда. Было все вкусно, быстро, все круто, еле-еле, но мы справились. Мы больше не будем такого делать, да? Нет. Больше не будем? Нет. О, это хороший урок, потому что прямо сейчас вот прям просто объелся. У нас оставалось две суши, и мы уже сидим просто смотрим на них и не знаем, как их себя взунуть. И девушка подходит и говорит, типа, а я окей? И вы такие, типа, да. Она такая говорит, я могу забрать, мы вот за две суши не будем чаржить. Мы такие, о, да? Да, но мы все равно их съели. Ой, блин. Вставать тяжело было. Я просто еле встал на самом деле. Может, ну его к черту тут коска, может, сразу домой уже? Да. А завтра чего? Зачем нам продукты? Мне кажется, мы наиближайшую неделю наелись. А кто подписан на меня в Инстаграме, видел, как все это происходило раньше, поэтому подпишитесь на меня в Инстаграм, и вы все будете знать раньше, чем Ютуб. Ну, а есть такой момент, Инстаграм он более оперативный, так что подписывайтесь на ее Инстаграм, на мой Инстаграм, там тоже все укладываем более оперативно. Вот это все удовольствие нам обошлось в 64,5 долларов, ну, 65 долларов нам все это обошлось. Это с налогами и с чаевыми? Да, налоги плюс чаевые, и все это 65. Что-то мне подсказывает, что они не сильно на нас наварились. После нас, вот мы ушли, они теперь, наверное, в меню прописали, для русских не 25, а 35 будет. Да нет, я думаю, у них, наверное, и побольше заказывают. Ну, да, да, наверняка, но то, что мы заказали, прям это, просто чуть ли не здорово. Мы просто очень голодные были вчера, как-то особо ничего не ели сегодня. Да, у нас холодильник еще пустой, поэтому мы сейчас едем в Косково. Тележка берем в магазин, идем. Тележка Валентина сегодня у нас с тобой будет. Так, первое, хлеб, 12 булок за 6 долларов, 2,5 паунда берем. Вот, выбрали мы вот это, вместо вот этого. Пирожок жарко, нужен кондиционер, пирожок. Он это, на продувании, понимаешь, он продувается. Пирожок на пляж. Среди красивых сущных бурка. Куриное бедро, очищенное, 2,99 доллара, тут у нас 7,5 паунда, почти 22 доллара. Так, индюшатина, 2 доллара 59 центов за паун, тут у нас на почти 18 долларов. Берем суркетту, здесь у нас почти 4 килограмма за, это все выходит за 24 доллара. 5 паундов мандарин за 6 долларов берем. Белые грибы, шампиньоны за 4 доллара. То сколько, сколько у нас? 680 грамм. Так, картофель у нас 15 паундов за 11 долларов. Молотой, желтый, такой даже сказать золотистый картофель. Мы тут попали на рай толчонки. Это так берем? Да. Киркланд, 30 штук, тут 30 роллов за 16,99. Вот так вот. Далее мы берем 60 яиц за 8 долларов. Нормально? По-моему, да. По-моему, тоже. Молочко, молочко, молочко. Опа, это у нас лактейт, 1 галлон молока за 5 долларов. Так, что это такое? Рамен, это японский суп. В такой упаковке 6 таких супов, а я так поняла, они уже там с мясом, совсем идут, с овощами. Вот. 6 супов, лапша, типа с курицей, с какими-то салатами, и стоит это 15 долларов. Но, для сравнения, в ресторане, например, одна такая тарелка супа стоит 15 долларов. Так, время пиццы настало. Берем одну пиццу с пепперони, стоит 12 долларов 99 центов. И берем одну пиццу просто с сыром. И стоит это 10 долларов. Все. Я снимаю, как меня снимают. А я снимаю, как меня снимают. Оля сразу прибежала, взяла себе камбучу. В общем, тут 6 баночек камбучи за 12 долларов. Мы берем моцарелла, моцарелла, моцарелла. У-у-у, моцарелла. А-а-а. Что, сколько стоит это все? 13 долларов за 5 паундов, каждые по 2,5. Погоди, а что он такой какой-то с мятой? Или нормальный? Надеюсь, как будто мятный, видишь? Сплюснутый. Ужаска. Очень классная. Итак, все, что мы взяли, все, что лежит в этой телеге, нам обошлось в 183 доллара 76 центов. Вот весь этот список. Э-э-э, нормальненько. Впрочем, как всегда. Теперь едем домой. Ай, 3 бакса отдали сейчас за парковочку. И, впрочем, все. Наши затратки сегодня закончились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!